Добрый день, дорогие телезрители! Мы сегодня находимся в музее «Россия. Моя история». И будем говорить сегодня о России и её истории. Сегодня у нас замечательный гость из Москвы, российский писатель, профессор Академии геополитики Игорь Николаевич Шумейко. Здравствуйте. Вы очень активно пишете, Игорь Николаевич. Когда готовилась передача, посмотрела вашу биографию, оказывается, вы по образованию кибернетик. Да, прикладная матч-мачка кибернетика. А я физик. Очень приятно. Пойдём друг друга. Мы трудимся в гуманитарной сфере. И как так получилось, что вы литературой начали заниматься? Когда я работал в Ништорге СССР, программистом, кибернетиком как раз по этой профессии, я публиковал мои стихи. В то время это было очень почётно. Первые публикации, в том числе в литературной газете, в Советском Союзе, перевели меня даже с горяча, наверное, на болгарский, к стихи. В 90-м году, даже до распада СССР, ликвидировался в Ништорг СССР, отмена монополии внешней торговли. И практически, как кибернетик, я остался на улице. Знакомые, кстати, поэты, говорят, ну ты словом владеешь, давай в журналистику. Первые публикации с начала 90-х, книги выходили, всего у меня сейчас 23 книги, и художественные, и исторические. В 2004 году тогда было полторы тысячи статей, сейчас, наверное, раза в два больше. В ведущих центральных газетах, «Независимая газета», «Завтра», «Московский комсомолец», «Литературная газета» и многие такие журналы. Тема у меня самая интересующая – это история, прежде всего. Как писателя, автора романов, меня также интересуют мои собратья по Перу. И в частности, что меня в Якутию привело, ваш выдающийся земляк, писатель Николай Алексеевич Лугинов, о книгах которого я тоже публиковал, статьи, они для меня являются продолжением моего любимого Гумилёва. Вы сегодня говорили о Гумилёве, а Бевразии – это у вас центральная такая тема, да? Да, можно сказать, центральная. Вопрос задавали, почему славяно-тюркский? И самое вот такое доверительно откровенное, в том числе и по провалу чисто славянской идеи. Славянофильство, я считаю, одним из крупнейших тупиков российской истории, бессмыслицей. Поиск настоящей нашей идеи, национальной, нашего вклада в копилку человечества неизбежно приводит к славяно-тюркскому наследию, к Орде, к Аясе, к Улусу Джучиеву, который так замечательно своими границами совпадает с нынешней Российской Федерацией. Побывали в Казахстане и познакомились с Альжасом Сулейменовым. В 70-е годы его книга и анализ слова о полку Игореве был как гром среди ясного неба. Основной вывод, к которому приходит автор, это тот древний автор, который написал слово о полку Игореве, он владел и тюркским языком, потому что в рукописи есть и тюркские слова. А как вы к этому относитесь? То, что слово о полку писал автор, хотя бы потому, что он писал о половцах, в том числе, куда был плохой от Игоря, он, безусловно, знал тюркский, половецкий тогда лексикон. А сама Перпетия, что тогда была война с половцами, была война с монголами, с татаро-монголами, а потом наш смыслосозидающий союз, в этом как раз и заложена вся судьба, космет, одно из тюркских любимых слов у меня, наряду со всем казачьим лексиконом. По происхождению я родился на два часа часовых, восточнее вас, самым берегом, находка, Приморский край. Но выходцы туда пришли, мои предки, были казаки. Был полковник даже при Богдане в Пельницком, Паркоп Шумейко. Вот его потомки в XIX веке переехали, создали уссурийское казачество, такая, знаете, сборная России по казакам. Объединились мгновенно. Вот когда надо говорить о объединяющей идее, много есть на уровне Орды, Ясы. Самое такое конкретное, сегодня всем известное, доказуемое, проверяемое – это казачество. Это самый древний у нас орден, сословие. Стрельцы у нас были и исчезли, и забытые. Казаки были и до стрельцов, и остались по сегодняшний день. Ну, а казак – это тюркское слово, весь казачий лексикон, начиная от Амана, Ясаула, Сабля, до главного нашего победного крика «Ура!» Это татаро-монгольское «Ура!» Все оттуда. Как вы думаете, можно ли было предотвратить распад большого государства, как Советский Союз? Распад как раз и связан с потерей общей объединяющей идеи. Вот я в начале слова высказался о тупике славянофильства. В коммунизме, как идее, было чуть больше смысла. И если разобраться, весь этот положительный смысл коммунизма – социальная справедливость и забота о будущем. Вот Николай Алексеевич Лугинов так интерпретирует гумилевские люди длинной воли. Ключевое понятие Гумилева – это забрасывающие свою волю через поколение, думающие о будущем. Это как раз самое лучшее, что, надеюсь, сохранилось от коммунизма и у нас. Истощение, захерение этой идеи как раз в том, что кроме будущего и социальной справедливости наслоилось много чего бездумного, и как раз все остальное оно перетянуло и погубило те здоровые начала, которые были… Почему мы так приняли коммунизм, сообщественность? Потому что идея совместного служения, она у нас тоже воспитана тысячелетиями. Как раз основа, что можно из книг Гумилева и Лугинова подчеркнуть – это культ службы. На Западе требовали прав, на Востоке, у нас в Азии, требовали службы. Служба – это служение, это что общая идея вас защитит надежнее, чем какие-то своды прав. Ну, сейчас, конечно, критикуют, это бесправие, но если говорить о тупиках идеи, то и их культ прав во что выливается? Существуют тысячи адвокатских контор, которые там специализировались на исках детей к родителям. Вот это законная у них работа. Каждый ребенок там за шлепок открывает миллионный судебный процесс, особенно если родители богатые. Это тоже такой же тупик правового культа права. У нас культ служения когда-то нас тоже заводил в определенные тупики, но мы из них выбирались и все равно сплачивались о подвигах якутов во время Отечественной войны. Многие были у нас репрессированы, тем не менее, страна позвала, служат как один. Вы сейчас говорили, упомянули о том, что вы родились в Находке, да? А сейчас вот как раз такие стратегические задачи нашего государства – это развитие Сибири и Дальнего Востока. Ваше писательское объяснение этому? Законы Ясы Орды нам важны. Вот одно из подтверждений этого, кроме нашего казачьего лексикона, геополитическое подтверждение этому – это восточный вектор. Мы возвращаемся на восток, додумались, наконец, что в Европе и в этих наших славянских псевдобратьях, разных там поляках и так далее, тупики, повернулись там, где есть смысл работы, где наш вклад, он действительно и на нас работает, и на нашу славу, и на, как бы сказать, вклад в человечество. Об этом книга у меня в 12-м году вышла «Ближний, дальний, предчувствие судьбы». Такой режиссер, известный Владимир Хатиненко, известнейший, снял о ней документальный одноименный фильм, там об этом же, о повороте России к вниманию, к Дальнему Востоку. И особенно мне, родившемуся, я в 13 лет, в 70-м году уехал. Отца перевели работать в Москву. Я уже там из армии призывался, в Москве демобилизовался, учился. И всегда думал про свою родину, что как-нибудь я приеду, но не просто, а с какой-то миссией. И миссией – это, казалось, приглашение покойного Валентина Григорьевича Распутина. Я им особенно благодарен, с Николаем Булгиновым он меня познакомил и пригласил на «Сияние России» фестиваль в Иркутск в 2010 году. И оттуда я уже проехал к себе на родину, ровно получилось 40 лет спустя. И там и писатели, и начальники, все давали интервью, беседовали. Этому помогло состояться книги. Валентин Григорьевич Распутин написал к ней предисловие. Очень такое, обязывающее меня морально. И вот с тех пор я особенно эту тему Востока держу на пальцах. В 2015 году был у вас в Якутии. Алан Хо смотрел и с поэтами познакомился, якутскими, близко с Николаем Алексеевичем, его книгами. И вот каждый новый нам день приносит хоть маленькое, но свидетельство. Космодром восточный, порты, находки. Мало того, сейчас Северный морской путь. В Русском географическом обществе читал доклад о этом Северном морском пути. Чем важен Северный морской путь. Вот знаменитые слова Ломоносова, что могущество России будет прирастать в Сибирь. Это последние слова. Его там, по-моему, 40 страниц. Записка к наследнику Павлу Цесаревичу. Об устройстве Великого Северного пути. То, что вот мы сейчас называем Севморпуть наш. Который на треть проходит мимо берегов Якутии. Был арктический форум. И перед этим на движении в поддержку флота я аналогично участвовал. Написал тоже об этом серию статей. Что Северный морской путь – это еще одна нитка, связывающая, нанизывающая и Российскую, и Европейскую, Урал, Якутию. В общую нить этого главного пути. Почему Ломоносов считал, что, не зная про эти все месторождения, что один Северный морской путь уже принесет, по его мнению, могущество. Это самый важный торговый маршрут человечества. В принципе, все географические открытия, там, Васка-да-Гама, Магеллан, Колумб – это был поиск к пряностям, торговля пряностями давала 800% дохода к Азии. В общем, путь в Азию искали. Только они там попали на Америку, устроили величайший в истории человечества геноцид, там, работорговлю из-за того, что вырезали индейцев, начали завозить африканцев, и прочие дела. Мы же тарили свой путь. Жертвы были наши собственные, погибшие на этом пути первопроходцы. Но вот Дежнёв, первый якутский зять, он обозначил самую главную точку мыс, ныне называемый Дежнёва, пролив, который говорил, что путь морской возможен. Эту записку, правда, Дежнёва потом потеряли, Беринг открывал заново, но мы-то теперь знаем. Вот он, классический русский первопроходец, Семен Дежнёв. Дошёл до Якутии, женился на Абакаяде Сичо, сына любимого здесь родил, и пошёл дальше. И он известен своей, кроме того, гуманностью в отношении к туземцам, которых надо было объесачивать. А эта гуманность его, она зафиксирована не в чём-нибудь, а, можно сказать, в протоколе драки. Когда он сбил Стадухина Михаила, который говорил, вот надо с них всех взять, а Семён Дежнёв, якутийский зять, говорит, нет, это же бедные, куда с них брать, не надо. Вот на эту тему, это многозначная для меня знаменитая драка, главное, она доказуемая, проверяемая, не произошла. Дежнёв не читал гуманистических книг, он не надеялся получить какую-то Нобелевскую премию за гуманизм, к чукчам, за это. Он действовал так, как вот ему подсказывал его евразийский взгляд, хотя евразийство слова он тоже не знал, и Европа, и Азия для него было всё одно. Просто вот он шёл встречу солнцу за Хабаром, за Ясаком, но он шёл как нормальный человек православный, воспитанник Орды, то есть относился ко всем по-человечески. Это вот и привело к тому, во-первых, на самую восточную точку Евразии, мыс его имени, и в том числе вот к этой драке в защиту Чукочь. Наши археологи выкопали останки азиатки, но самое интересное было у ней вот крест на груди. И говорят, что это чуть ли не 15-17 век. А наш Соруна Молуан говорил всё время, что Абакаяда первая крещённая якутка. Да, она может быть первая, громкая, как бы известная, зафиксированная, православная, мать любима. Но это вполне не исключает, как на Руси, на Киевской, до Владимира Крестителя была его Ольга, бабушка, и были ещё православные, христианство входило органично, не только вот Владимирским крещением. Также наверняка, просто по единственной возможной логике жизни, истории, до появления Дежнёва православные наверняка были. Почему? Вот здесь мы подходим к самому интересному. Наш Луз-Джучиев, империя Чингисхана, это была единственная в мировой истории держава с официальным многорелигиозностью династии. То есть где-то там допускались разные религии, там кто-то хвастался своей веротерпимостью, но всё равно придворная религия была или такая, или такая. Единственная династия правящая, которая допускала несколько религий, это была династия Чингисхана, который вместе с тем очень был религиозно интересующийся, он пытливо искал, постоянно после охоты и питья кумыса сесть и слушать споры о вере. Всех мулт собрать, имамов православных священников, конфуцианцев и слушать и слушать. Идея службы ему подсказывала, воспитанная, которая идёт, вот как Николай Логинов считает, ещё от гуннов, что служба даёт такую организацию, которая не допускает национальных или религиозных расприи, что она может поставить всех в строй в единый, что они не забудут свою религию, но они её не будут выпячивать, как крестоносцы, вот впереди рисовать на плаще крест, у них крест будет глубоко на груди и под одеждой, вот, они не будут использовать религию, как мобилизационный ресурс, чтобы там лишнюю дивизию набрать крестоносцев, или как нынешние джихадисты, там, набрать смертников в себе побольше и взаимоуничтожать. Наше отношение к религии, тут ещё мы коснёмся важного тенгрианства, оно говорит, ты можешь искать истину, во-первых, ценить опыт своих предков, поэтому традиционной религии, откуда понятие в России, ему очень некоторые сопротивлялись, что такое традиционный, одно из сложнейших, что проводили сейчас в возрождении России, было связано с тем, что вот есть четыре традиционных религии. Это как раз говорит о том, что каждый проповедник, который там ещё имеет где-то на Западе сотню миллионов на счету, и здесь может пять телеканалов купить, и десять газет, и завтра основать свою секту, и к нему отношение будет недоверчивое, и вот, к счастью, поддержанное государством. Государство ему скажет ограничительно, ты не традиционной религии, там, какой-нибудь мормон там или саентолог, мы тебя не пустим. Получит государство за это свою порцию критики, как же не пускают, безобразие, но в этом случае ещё будет поддержка от нас внутренней идти. У нас это понятие, что мы ещё, может быть, разберёмся сами в этой религии, но уже для нас важно, что в неё верили наши предки, что она традиционная, и что она в высшей степени доказана, получается, гуманная. Она вошла вот в строй этой многонациональной империи, и здесь нельзя ещё недооценивать этот, я его сравниваю с куполом тенгрианства. Это можно рассуждать, это или религия, или мета-религия, что-то такое глубинное, что дало всем будущим религиям, которые имели счастье быть в нашем Улусе, быть такими вот некровожадными, без там костров, инквизиций, или каких-то смертников, там, подрывателей себя. Почему? Вот потому что наше счастье у нашего Улуса было в том, что тенгрианство, оно благословляло таким единым куполом и поиски своего места религиозного под этим общим куполом. Яркий пример у нас сейчас, у нас в Японию, все в основном как экономическое чудо. Вот там надо ориентироваться, вот Япония экономика. Ну вот как раз Япония даёт этот пример. Тенгрианство у них, известное под именем шинтоизм или синтоизм, оно что говорит, там есть формулировка такая. Так вот мне повезло тоже, ещё я жил немножко в Японии, в детском, правда, возрасте. Боги синто благословляют Будду. И у них совершенно один и тот же японец может быть и тенгрианством, то есть синтоистом, и буддистом. Причём, что отметил ещё такой исследователь тенгрианства Безертинов, Рафаэль, в Японии печальные все даты, там поминки, 9 дней, там какой-то анализ, идёт в буддийские храмы. А все радостные, там рождение сына, бракосочетание, он идёт в синтоистские храмы, то есть в тенгрианские, по сути. Вот получается религия такого дальнего оптимизма, которая нас благословила и в православных, но и всех наших соседей по Улусу, на такое вот показательное мирное существование. Читая вашу биографию, я там тоже обнаружила, что вы, оказывается, писали и о Японии, и о Китае, и о Корее, да? О Корее. Это что вас побудило? Ну вот сейчас вы немножко приоткрыли, но всё-таки... Ну да, я восточный человек, и Японии тоже, да, повезло жить там, в Китае, и я побывал в связи с тем, что я многое писал, опубликовал, я сейчас книгу завершаю о железных дорогах, и КВЖД прошедшие через Китай, Маньчжурию, это одна из таких ярких страниц, подвиг. В такой срок построили Транссиб и КВЖД. Кстати, восточная железная дорога со столицей в Харбине, она дала ещё и пример того, что вот туда не отправлялись какой-то нарочитой гуманитарной миссией, вы там проповедуете то, сё, им главная была задача строить железную дорогу. Ну, поставили там храм для русских строителей, а Харбин образовался прямо как настоящий Вавилон, потому что эту дорогу строили и русские, и китайцы, и все наши вот тюркские собратья, мало того, албанцы, итальянцы строили. В этом Вавилоне китайцы, которые ещё двух слов по-русски не знали, и о православии только вот видели, там железнодорожники для себя первый храм построили, но уже, когда они выплывали на Сунгаре рыбачить и тонули, первые их слова, там они кричали, Николя и помогай. То есть Никола Угодник, покровитель в русской, он традиции известен Николой Мокрой, ставили Никола Мокрой, то есть покровитель и всех путешествующих по рекам, и всех рыбачащих, кого может буря застегнуть. Вот, вот, первый покровитель, и они потом стали, китайцы, эти православными, до самой, наверное, культурной революции, там стояли храмы, это был такой русский город, показатель нашего вхождения на восток гармоничного, без насилия. Вот есть, правда, должна быть достойная, великая цель. А цель – это была дорога, которая привязала нас, связала по-настоящему с мыслом нашего существования, Азией с Востоком. Преподаю историю в университете транспорта МИИТИ, и мои студентки, они уже такие хитрюги, знают, что я евразиец, преподаватель, и чтобы поскорее и надежнее пятерку получить, начинали мне говорить как-то, вот, Россия, русские сильны тем, что там много наций понамешано. Знают, чувствуешь, это, наверное, преподаватель евразиец, сейчас это с удовольствием проглотит. Ну, я как-то улыбаюсь, но один раз спросил, а что ж по-вашему говорю, значит, самые лучшие собаки – это дворняги? Там больше всего понамешано. Раз, такое у них недоумение. Я начинаю разворачивать. Важен не сам факт смешения, а под какой звездой это смешение проходило. Смешение вот есть там и в Америке, там эти негры, рабство, хоть они и мулаты там намешанные, все равно там возмущаются, там кто-то рабство вспоминает, кто-то геноцид, и их намешанность – это не освобождает их от конфликтов. У нас не просто смешение, а оно произошло, что важно, под какой звездой, ради какой цели. Вот цель вот конкретно в Харбине происходила, общая, достойная, строили дорогу, соединяющую Европу с Азией. Наше еще более древнее смешение, оно образовалось на теме империи, насмотрелись на кровавые междоусобицы, и Чингисхан, хоть тоже кровавым способом, ну да, жестокий, как военный устав. Но смысл его был не в том, что вот до бесконечности длить кровопролитие, а чтобы объединить. Как он там говорил, женщина с девушкой с золотым подносом на голове пройдет от Европы до Востока, до Запада, и ни ее честь, ни ее золотой поднос не пострадают. Это идеал, к которому он стремился, и может быть через войны, но он к этому шел, организуя. И вот это смешение, как русское дворянство образовалось, которое на 80% тюркское, выходцы из Орды. Я с удовольствием рассказывал про татарочку Наташу Ростову строчками «Войны и мира», где говорится, что ее мать – женщина с восточным азиатским типом лица, что она сама чернявая, черноглазая, там это повторял Лев Толстой. Для него было важно очень, потому что славяне, которые сидели в своем котле в московском, выход за рубежи этого котла, что первые половецкие полонянки, на которых женились, крестили их брюнетки черноглазые, это было связано с тем, что вот кто остался у себя в деревне, тот остался. Кто пошел на какие-то приключения, на каких-то искал, ловил полонянок, турчанок, потом сибирских татар, женился на них, это был, ну, Гумилев говорит, пассионарность слова, то есть это было связано с приключениями. Война и мир. Например, Лев Толстой писал, как известно, о войне 1812 года, главный. Главный герой 1812 года, любимец, аналог французского Мюрата и Инея в России, был Астерман Толстой. И Лев Толстой заинтересовался как член своей фамилии. Астерман, он просто был по усыновлению. Это ему Катерина подарила. Астерманство вместе с несколькими миллионами, он стал супербогатым человеком, но он был самый главный храбрец русской армии. Толстой. Но по матери он был Бибиков. И что зафиксировано, он был таким ярко смуглым, черноглазым. То есть вот это все тюркские яркие черты, они в Астерманне Толстом присутствовали. Он командовал русской гвардией в Кульме, в битве потерял руку. Любимец и храбрец. И у Льва Толстого, это моя уже гипотеза, он очень, так же, как и чернявость Наташи Ростовой, важная. Он упорно, посчитайте, 300 раз упоминает за войну и мир, что она была черноглазая, ярко-черноволосая. Для него также был важен, например, этого Бибикова, Табиша Стермана Толстого, героя, служаки. Храбреца, который вот был тюрок по виду стопроцентный. Очень интересно. А про Корею у вас? Был председателем общества советско-корейской дружбы в находке. Мой отец. Ну, просто как начальника там фабрики. Он общеизобретатель. Но в то время был, руководил фабрикой, его как начальника избрали советско-корейской дружбой. Оставил воспоминания о северных корейцах. Корейцы, они как бы три едины. Северные, южные и русские. Меня пригласили, кстати, есть такое в Москве при заиконоспасском монастыре. Он такой монастырь очень активный. Там братья 9 человек, но вокруг него культурные силы группируются. вот наш знаменитый классик Владимир Николаевич Крупин в этом сообществе. Это такой центр духовный русских корейцев. Вот и меня. Большая честь. Тоже пригласили. Там публикую там о них. Встречаюсь. Тоже такая тема интересная. Интересно. Вот у вас холодная война 2.0, да? И закон сохранения России. У вас есть такое произведение. Какая главная идея? Книга у меня была такая вторая мировая перезагрузка. Слово перезагрузка я употребил еще в первом издании 2006 год, задолго до обамовской перезагрузки. Это свежий новый взгляд на какие-то привычные события. Там была ответственность за Вторую мировую войну. Кто развязал. Вот поэтому она там много раз переиздавалась. Там и на телевидении часто мне приходилось выступать. И в развитии одна из книг «Холодная война 2». Что это обозначает? Известно всем, что примерно к 70-му году Советский Союз выиграл гонку вооружений. Хотя в этом выигрыше и мало, как бы сказать, славы, и мало смысла. Ну, условно говоря, что Америка бы нас уничтожила 10 раз, а мы ее 15. Потому что мы действительно со своими определенными способностями навострились делать ракеты и дешевле, и лучше. И вот мы сейчас со своим мичтожным бюджетом 1,20-ю от НАТО их пугаем. А в СССР еще больше был бюджет, и мы выиграли гонку вооружений. Но проиграли объективно «Холодную войну». Я там делаю два замера. Я вовсе не прославляю «Холодную войну», но просто ставлю два таких вопроса. Известный план Черчилля, операция «Немыслимая», нападение на СССР в июле 45-го года. Не потому, что вот июль там или июнь, довод его был простой. И поддержанный, кстати, американским сенатором, довод такой, что если уничтожать СССР, то удобнее всего было в 45-м году. Почему? Ну, для нас 45-й год – победа. Вот герои возвращаются, кто-то на сети, а кто-то и живой возрождают. Но в реальности это был самый низший пик демографии, и экономика разрушена. И в общем, прав был и Черчилль, и американцы, что если бы уничтожать, воевать в СССР, то это надо было в 45-м году. Это в каком году он написал? Черчилль это писал в мае 45-го года сразу. Еще, кстати, не было не то, что на Хиросиму сброшено, еще не было даже опытного испытания атомной бомбы. То есть, это была еще пока фикция, гипотеза ученых, что она, может быть, взорвется. Если Черчилль об этом теоретически знал, то все равно этой бомбы не было на горизонте. Но СССР был в самой низшей точке по демографии, по экономике, по всему. Его надо было уничтожать, если уничтожать, то тогда. И вот, что проходит в 70-м году. СССР восстановился, СССР догнал и перегнал по вооружениям весь окружающий капиталистический мир. И вот после этого уже у меня вопрос, который надо было бы всем и раньше задать, но вот я его в этой книге задал. Если мы эту точку старт и финиш замерим, вы мне скажите, в какой период его СССР прошел? Оказывается, во время Холодной войны. То есть, Холодная война, какой бы на нее навешивали там образы, там сосульки капающие, наверное, похоже на музей Мерзлоты, где выдают халаты, прекрасные там мамонты и так далее. Ну вот, получается, и СССР и выжил, и развился, и стал недосягаем, и мало того, стал для них очень опасен только в период Холодной войны. А вот дальше мы, к сожалению, растаяли. Русское слово растаяли, оно обозначает много. и оттаяли, и вот потеряли бы, как мамонтов, которые там в музее хранятся, но еще и растаяли, вот в значении распустили слюни, уши, вот, Горбачевизму предались и потеряли страну. Поэтому, вот, Холодную войну в этом смысле, даже не прославляя, но тем не менее, надо отметить, что величайший рывок СССР был в Холодную войну. когда мы не разменивались на дебаты с этими циничными людьми, которые вот недавно приравняли СССР и гитлеровскую Германию, это Пассе в Страсбурге. Вот. То есть, это фактически унизило нас всех, всех героев, якутских героев, что их приравняли к фашистам. Вот с такими людьми спорить, последняя как раз глава этой Холодной войны, о том, что торговать, не вдаваясь, торговать, да, они платежеспособные, циничные, но платежеспособные. Продавать им, что можно, но не вдаваться вот в эти беседы, которые вот к чему приводят. Спасибо, Игорь Николаевич. Будем надеяться, что еще наступят времена, когда мы будем гордиться своими победами и с помощью вас, писателей, и с помощью нас, которые пропагандируют позитивное в России. Успехов вам! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok